Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я помогу вам, чем смогу. Ты уже помогла. Гораздо больше, чем мы договаривались. В нашу первую встречу ты рассказала, что пытаешься спасти весь мир. Тогда я не знал, стоит ли верить тебе. Теперь я верю. Так иди и выполни свой долг. А ты будешь... Залечивать раны. То, что ты искала, твое. Твои подвиги будут помнить, как подвиги десятых. Ну, ладушки. Вот. Наконец-то. Эфир внизу. Что это за место? Меня спрашиваешь? Я вообще без понятия. Вот. Концон. Ага. Какого черта, Беркинс? Новый носитель данных. Так. Ну что? Я тебя забираю. Давай, Эфир. Пора домой. Домой. Где? Ну, слушай, хочет. Элизабет Собер. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции Элькир. Есть. Надо вернуть его гейм. Ну, все. Эфирчик у меня. Так. Вот что. Чего и нет. Интересно. Так. Сюда. Все. Понял. Так. Ну, что, ребят. Это нам сейчас топать и топать получается, да? Ну, мы же, как говорится... Так. Можете использовать быстрое перемещение в данном... Вы не можете. А, почему-то, да? Видимо, мне нужно выйти отход. Может, отсюда. Видения в рощи изменились. Теперь нам понятно послание десятых. Смотри. Это то самое видение, как... Видения по всей рощи изменились. А вот это... Только появилось. Это ты сделала? Видения изменились. О, это белый дом был, ребят. Вот что вдохновило вождя Хикара. Что ли? Это новые заветы предтеч? Услышьте слова, что объединили всех нас. После трагических событий на войне... Энн Фарадей, главная сторонница мира, обратилась к народу, алчущему надежды. Если взглянуть в будущее через призму прошлого... Энн Фарадей... Энн Фарадей... Энн Фарадей... Не хватка еды и воды... Энн Фарадей... Энн Фарадей... Нового Юга Запада... Укрепили мою веру... В то, что объединившись... Поверьте вместе со мной, поверьте вместе с нами, и мы вместе создадим мир без войн и нужды. О господи. Все. Генерал Хикаро. Я пойду с тобой. Но ты нужен Хикаро. Теперь у него есть новые шерифы. И созыв кланов не останется без ответа. Я хочу помочь в твоей битве. Отлично катала. Помочь всем, на что еще способен. Вот так я решил. И как отказать такому? Зо, у нас появился новый друг. Пожалуйста, встреть его у холмов и проводи в наш лагерь. Конечно, Илой. Иди к горам, к западу от песни долины. Мой друг встретит тебя у подъема. Я приду как смогу. Твой друг? Звучит любопытно. Хм, приду-то я сейчас сразу же. Кто тут, кто тут? Ладно, пора отнести эфира к гея. Когда я забрала его, другие голограммы тоже поменялись. А, другие голограммы поменялись. Так, и что? Где что тут еще? Какие голограммы есть? Так, экспозиция Медимни, мы это все знаем. Так. Это подруга, я потом к тебе приду. Время, я потом к тебе приду. И получает. Бойцы десятых воевали в горных регионах горячей точки. Честь и силы. Бойцы ОТГ-10 обороняли самые отдаленные горные участки. И еще один. Маситель данных. Короче, везде сражались. И в пустыне, и зимой. И в джунглях. Засада в Неваде называется. Понял. Так, вот еще вот есть. Элой. Можно тебя на минуту? Потом. Это даже как бы интересно, где это... А, единство. А, вот эти засады в Неваде. Вот они все, да? Как и Сан Колумбии. Все понятно. И Вира. Шерифт и Накт. Все понятно. Новая. Так. Нам же нужно отнести... Так, здесь что-то какие-то появились вопросики, да? Тут это Дека. Тут еще кто-то. Но нам нужно отнести эфир. Раз мы уже эту миссию и делаем. Коль урут называется. Вернитесь в лагерь. Работан их митер. Что мы его, наверное, сейчас и доделаем. А в дальнейшем уже дальше что-то будем делать. Да, тут, видите, ехать далеко. Так что я перенесусь. У меня, кстати, есть подруга. Здесь она еще тоже иногда информацию передает. Интересно. Сейчас, может, что-нибудь еще расскажет. Приветствую, защитница. О, привет. Пройдешь мимо, упустишь выгодную сделку. Так. Куда присесть? Что расскажешь, подруга? Караван Азерам разбил лагерь в стоячих песках. На юге. До сих пор мы их терпели. Но их лидер, жадный торгаш, сделает что-то не так. Я с радостью разгромлю весь лагерь. Что ж, твое право. А, новое побочное задание. Похожее, озера, они сильно рискуют, находясь здесь. Может, с ними поговорить? Узнать зачем они? Это точно. Ладно, давай-ка мы с первой эфирчиком вернем. Есть контакт, но на месте. Добраться до Геи. О, автоматом пошло. Вот так. Ой, и эти тут уже. Ты не молотом тут мажешь, Эрент. Давай-ка попробуй помягче. Мои пальцы сосиски помягче не могут, ясно? Верни назад. По линии. Правее. Да правее. Видел, видел. То, что Элой нашла на севере. Есть. Называется вроде вечер на монотонном кряже. Вот это музыка. Элой. Орент. Тебе уже лучше. И ты здесь. Только ты способна спасти этот мир. Будем быстро учиться, сможем помочь. А подмога тебе не помешает, да? Но впереди еще много занятий, конечно. За один день охотником не станешь. Каждому ростку свое время. Но расцветают все. Знаешь, пришел твой друг Тенакт. Каталла. Говорят, их воины пьют кровь. Может, нам по очереди спать? Думаю, с него крови уже хватило. Я проводила его в одну из ком. Кажется, он любит быть один. Похоже, у вас тут все под контролем. Надо отдать это гея. Да. А мы продолжим наши упорные занятия. Эти глифы мне уже снятся. Ну, пока кое-кто бродил по окрестностям, я поработала с геей и нашла информацию о духах Земли. И мне кажется, тебе занятия не повредят. Идем. А, да. Ладно. Ух ты, тут слишком много бесед. Пойдем, эфир отдадим. Геюшка, я и... Возвращение, мылой. Когда будешь готова, проведи мое слияние с эфиром. А потом мне нужно обсудить с тобой важное дело. Уже слияние не мое. Так, и что ты хотела обсудить? Пока тебя не было, я получила необычную передачу на выделенной для элифии частоте. Элифия? Вспомогательная функция, которую ты не могла засечь. Да. Передача шла так медленно, что сперва показалась мне случайными обрывками данных среди цифрового шума. Но я нашла последовательность и со временем сумела собрать полное сообщение. Координаты. Куда они ведут? Это гора к северо-западу отсюда. Предостерегу тебя, Элуй. Возможно, это настоящая передача. Но также возможно, что ее отправил кто-то или что-то другое. Ты думаешь, это не элифия? Я не уверена. Что такое СОС? Это древний код. Сигнал бедствия. Отчаянный зов на помощь. Зачем элифии слать шифрованное сообщение на частоте, известной только вам двоим? Думаю, это было сделано, чтобы избежать обнаружения. Или для того, чтобы создать видимость такого намерения. Также я не понимаю, почему элифия могла счесть, что я приму этот сигнал бедствия и отвечу на него. Она должна считать, что меня больше нет. Что ж, или элифия в беде и звала на помощь в надежде, что ты жива? Или кто-то другой пытается привезти нас в то место, притворяясь элифией? Я предположила так же. Угу. Если бы они хотели меня спровоцировать, то сделали бы её более регулярной. Пожалуй. Может, это и не они. Ты сказала, что координаты ведут к горе на северо-западе. Что там? У меня нет записей об объектах в твоей местности. Ясно. В том сообщении было ещё одно число. Два-три-семь. Что оно значит? Я провела поиск по доступным базам данных, но не смогла найти ничего подходящего. Возможно, значение числа станет ясным в указанной локации. Ладно. Отправлюсь в то место и поищу источник передачи. Одна собралась? Ха! Ну нет. Я подключила Эренда и Варла к разговору. Через их визоры. Я согласна, что тебе не стоит идти одной. Вдруг это ловушка? Может быть и ловушка. Но если это Элифия, тогда она в беде, и я должна её вызволить. Не волнуйтесь. Я буду осторожна. Мы пойдём с тобой. Ладно. Тогда собирайтесь. Хочешь, улучшить снаряжение, а мы будем из западного выхода. Не удалось с ними поболтать. Голи Роуд завершено. Сигнал без стабильности. Ага. Новый. Всё, понял. Ты-три-три-три. Отличненько. Каллы Бельт Эхо. Новая основная миссия. Поговорить с Варлом. Эрлой. Я смогла открыть ещё одну комнату в жилой зоне. Ага. Хорошая новость. Загляну туда, как смогу. Понял. Ясно. А тут что-то у нас... Прям вопросики какие-то. Так, эти тут сидят. А, ты тоже учишься? Эрлой. Здорово. Рада тебя видеть. У тебя, наверное, целая куча вопросов. Мне рассказали про врагов и их намерения. Меня представили виденью, что тут живёт геи. И дали мне визор. Не буду врать, я мало что понимаю. Но пока мне надо знать, где тренировки и когда бой. Что ж, добро пожаловать. Понятно. Ты узнал, кто наши враги. Появились какие-то вопросы? Мне очень трудно понять всё это. Прилетели с небес. Неуязвимые броня. Это пока. План сражения — твоё дело. Я просто готов идти за тобой в самую гущу врагов. Что ты там изучаешь? Мне показали, как расшифровать символы, что показывает визор. Я попробую понять оружие, которое ты применишь против врага. Этот гефист. Он что, сможет сделать машины под властные геи? Да. И сколько? Сколько понадобится. Какая мощь. Обладал ли такой хоть кто-то? Ты уже давно в нашей команде. Что скажешь? Признаюсь, я удивился, увидев здесь Утару. Из фермеров выходят плохие солдаты. Я слышала, она вела людей племени против Карха. Гнала их до света пустоши. Любопытно. Возможно, я не прав. Ты говорил, что Вал когда-то был твоим домом. Что ты был небесником. Да. Может, расскажешь? Ладно, расскажу. Мои родители погибли на войне кланов. Меня воспитал отряд воинов. Когда подрос, я стал показывать успехи в боевом искусстве. Тогда ты, Котэ, и заметил меня. Я сражался против Карха и повел отряд в опасную вылазку в преграду. Это я открыл восточные ворота света пустоши и впустил ты нагд в город. Должно быть заметный подвиг. Это так. Дома встретили как героя. Я был счастлив. Но ты ушел. Я стал шерифом. Почему ты покинул клан, чтобы стать шерифом? Такотэ послал меня на Кульрут. Тогда я подчинился к любому его приказу. Доверил ему, как родному отцу. Я был слеп и не видел страха в его глазах. Страха перед молодым воином, который может заменить его. После света пустоши я стал героем для клана. Но для него я стал угрозой. Он не мог понять, что власть меня никогда не привлекала. Почему Такотэ решил, что после Кульрута ты прекратишь угрожать его власти? Такотэ знал, что если я выживу на Кульруте, мне придется отречься от клана и служить всем Тенакт. И я не смогу стать предводителем, даже если захочу. После победы у света пустоши Текотэ произнес речь. Сказал, что мы не имеем права подвезти Хикаро и не отдать меня в шерифы. Хотя он отлично знал, что я не хотел уходить из клана. Это была ссылка. Почетная, но ссылка. Я просто не мог отказаться. Так я стал шерифом и забыл о прошлом. Жаль, что все так сложилось. А мне нет. Пусть сперва и было больно, но мне суждено было стать шерифом. Когда мы были у Вала, стражники говорили что-то о крыльях десятых. И Хикаро упоминал их на Кульруте. И Дека тоже. Что это значит? Видения поведали нам, что десятые летали на огромных крылатых машинах. И нападали на врага с небес. А мы стараемся подражать их подвигам и воинскому мастерству. Поэтому на Кульруте претенденты спрыгивают на арену. В детстве я мечтал о полетах. О чувстве свободы. И о трепете перед небом. Что тебе ответил Хикаро, когда ты сказал, что уходишь сюда? Ты спасла рощу от мятежников. Помогла объединить кланы. Что он мог мне ответить? Он все понял. Что ж, рада принять в свой отряд его лучшего шерифа. Хотя на время. Верю. Я пойду. Можешь навещать Хикаро и свой народ. Двери всегда открыты. Ладно. Я слышал, что Варл и Рэнд пойдут с тобой на задание. Моя помощь потребуется. Вам с Зо лучше остаться и охранять лагерь. Так и сделаем. Да пребудут с тобой десятые. Тихо. Продолжение следует. Элой, мы собрали в тот ящик немного припасов, бери что нужно. Варлу нравится заниматься в компании. Вместе учиться проще. Вижу, ты обустроилась. Гея сказала, это место построено для нас, чтобы мы управляли землей с помощью ее... системы терраформирования. Ухаживали за ней, как духи земли за полями Песни долины. Так странно, что забота о жизни вокруг исходит из этого... железа. Пообщалась с Катало? Чуть-чуть. Тенакт недолюбливают нас, чужаков. Ты произвела на него впечатление, раз он пошел за тобой. Ты же уже познакомилась с Сарэндомом? Конечно. Друг Варла и мой друг тоже. Хотя этот друг очень громкий. Ладно, пожалуй, мне пора. Ты правда ищешь сигнал, который посылает один из ростков гея? Вроде бы. Станет ясно, когда мы его найдем. Осторожнее. Хорошо. Кажется, тут кто-то все передвинул. Алло, ты нашла свою комнату? Твои спутники решили, что тебе пригодится личное пространство. Очень милый с их стороны. Я месяцами носила с собой подвеску Элизабет. Но раз мы теперь обустроились тут, пусть она хранится в безопасном месте. Элизабет очень верила в Гею. А Гея также поверила в меня. Если все получится, вспомогать его функции, дальний зенит, исцеление мира. И я буду считать, что Элизабет гордилась бы. Моё старое копьё. Раст помог мне сделать его, когда я закончила обучение. Это было так давно. Когда Варл нашёл меня на полигоне Аида, я будто увидела Раста. Вряд ли он бы смог понять всё это. Понять, что я должна сделать. И всё же... Жаль, что его больше нет. Субтитры создавал DimaTorzok